Очередное судебное заседание о многомиллионном деле начинается строго по времени, ведь точность – залог стабильности любой компании. Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает иск зарубежной компании. По материалам дела Держинская ООО «Новация» не заплатила за очередную поставку сухого глицерина более 10 миллионов рублей. Поставщик – компания «Смасти», находящаяся в Великобритании. С июля 2017 года фирма «Новация» исправно оплачивала поставляемый ей товар, но в апреле 2018 последний доставленный груз не оплатили, рассказывает представитель зарубежной компании юрист Станислав Дегтярев. На претензии общества «Смасти» представитель «Новации» или бывший учредитель никак не отвечали. Было подано исковое заявление, которое должно было рассматриваться в арбитражном суде города Москвы. Однако вместо отзыва на исковое заявление мы узнаем о том, что в городе Нижний Новгород общество «Новации» начало процесс ликвидации фирмы. Арбитражным судом Нижегородской области на момент начала процесса банкротства был назначен арбитражный управляющий. Его обязанность – анализ финансовой деятельности должника. Но, как отмечает юридический представитель «Смасти», этого анализа не осуществлялось. Более того, согласно сведениям, предоставленным налоговым органам на март 2018 года на счету «Новации» числится 23 миллиона рублей. Но сейчас компания хочет признать себя банкротом. Такую неоплату поставки эксперты называют беспрецедентным случаем. Общественный представитель уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите предпринимателей Гай Дилбарян рассказал, чем опасны подобные ситуации. Этот, конечно, микроклимат, который создается вот таким отношением с иностранными организациями, он вообще полностью влияет на отношение к нам. Потому что неужели мы можем дать вот так спокойно уходить людям от ответственности? Английская компания продолжает судебную борьбу и настаивает на выплате средств. Следующее заседание суда по глицериновому делу состоится 12 ноября. Стоит отметить, что практически все судебные процессы о взыскании долга с инновацией проходят без их представителей.